Да как это молодость такую? Да не поверю я, чтоб можно было отеческую голову-то забыть! Тихо идет спектакль. На сцене давно уже полюбившийся навуральцем Ваня Датский. Это история о всепоглощающей силе материнской любви. Главную роль аграфена играет артист-кукловод Наталья Булдакова. Именно ей удается играть психологические, глубокие роли. И так точно и трепетно передавать тот внутренний мир, который переживают артисты на сцене. И сопереживают зрители в зале, взрослые и дети. Сегодня я была на спектакле Ваня Датский. Спектакль учит опыта, что не надо лучше уезжать далеко от мамы. Только тут все изменилось так. Нравится здесь? Да. Наталья Анатольевна, она любящая, ждущая и просто хороший актер. Я часто прихожу на ее спектакли. Нравится? Мне очень нравится это. Театр кукол открылся в городе в 1957 году. Нынче театру кукол сказ исполняется 65 лет. Из них 45 лет радует юного зрителя заслуженная артистка России Наталья Анатольевна Булдакова. 45 лет пролетели так незаметно. Но если можно так выразиться, мне кажется, я только пришла в 1977 году. И когда пришла в 1977, конечно, мне был 21 год. И я даже подумать никогда не могла, что я 45 лет проработаю на сцене. Она работает в театре кукол, создает сказку для юного зрителя на протяжении 45 лет. Хотя стать и быть актером кукольником не так-то просто. Здесь своя специфика, свои законы. Одно дело играть на сцене, совсем другое – заставить выражать радость, боль, удивление или разочарование куклу. Существо подчас капризно, живущее собственной жизнью. Большое значение имеет и труп покукольников. В этом маленьком коллективе всегда царит удивительно теплая атмосфера, сохранить которую помогает и Наталья Анатольевна Булдакова. Мы ее очень любим, очень ценим. Помимо того, что она выходит на сцену, она ведь занимается еще и, скажем так, наставничеством, и какой-то даже в том числе и педагогической деятельностью. Она помогает артистам, которые вот вновь пришедшие, без опыта работы, после институтов. Она их вводит, скажем так, вот в эту нашу театральную жизнь, в театральную семью. В профессии в нашей очень важно партнерство. Я бы, наверное, каждому артисту пожелала такого партнера, который тебя поддержит, где-то поможет. Настроение ведь разное бывает, когда ты приходишь на работу. Бывает, что нет, настроение на тебя поддержит, потолкнет. Настроения не было, оно появляется. Когда мы с Александром Сергеевичем Семеновым родились, Наталья Анатольевна пришла работать в этот театр. Поэтому вот сколько мы живем, столько она и работает. Это удивительный человек, с ней работать очень приятно, очень легко. Она отзывчивый партнер. И когда выходишь с ней на площадку, пытаешься понять, куда она тащит, как бы уловить ее внутреннюю линию. И тогда подцепляешься к ней и плывешь прямо как... Она как капитан ведет корабль спектакля, а ты плывешь за ней. Для коллег Наталья Будакова мудрый наставник и хороший партнер. Для зрителей незаменимый артист-кукловод. За 45 лет творческой деятельности Наталья Будакова сыграла сотни разных ролей. Говорит, что уже давно не мыслит себя без театра, любимого театра «Кукол сказ». Любит она и свои роли от таракашек, букашек до бабушек. Очень мне нравятся спектакли, которые у нас ставил Александр Данилович Мирошкин. И что мне всегда в нем поражало, что он точно очень видел, кто у него будет играть какую роль. И когда мы подходили к доске объявлений и видели распределение ролей, это было очень точно, и он мне всегда давал те роли. Но, видимо, зная меня, что смогу ли я с ними справиться или не смогу, я получала, как я считаю, свою роль. Наталья Будакова с трепетом говорит и о зрителе, юном, который приходит в этот зал, чтобы увидеть сказку. Кстати, зритель на протяжении 45 лет не изменился, говорит Наталья Антольевна. Это все те же дети, открытые и непосредственные. С большим уважением Наталья Антольевна говорит и о коллегах по цеху. Она под свое крыло совершенно искренне и бескорыстно берет молодых коллег. Кстати, она частенько приходит в зрительный зал во время репетиции. И уже потом в гримерке в мягкой и вежливой форме советует, как сделать эпизод лучше, ярче и по-актерски логичнее. С маэстро советуются все задействованные спектакли актеры. Правда, и ей самой до сих пор волнительно выходить на сцену. Даже не столько волнительно, сколько ответственно перед зрителем и перед коллегами. Три ступеньки, чтобы подняться на сцену у нас. У меня очень трясутся коленки. До сих пор. А зритель благодарен? Да, да. И, кстати, меня нисколько не выбивает из себя, когда здесь какой-то шум или дети между собой разговаривают. Я считаю, что обсуждают то, что увидели. Ну, видимо, делятся впечатлениями. Интеллигентная, случезарная улыбкой и добрыми глазами. Заслуженная артистка России, обожаемая зрителями всех поколений. Артист-кукловод Наталья Булдакова с восторгом и наслаждением говорит о любимой и ставшей такой родной сцене театра кукол. Здесь она проработала 45 лет. Кстати, у Натальи Анатольевны всего одна запись в трудовой книжке. Место работы – Новоуральский театр кукол сказ. Возраст не чувствуется, а хочется сыграть еще много ролей, чтобы радовать своего юного зрителя, говорит маэстро. На бенефисе после окончания спектакля Ваня Датский зрители подарили Наталье Анатольевне море цветов и искупали ее в овациях. Надо сказать, что за период своего существования театр кукол сказ стал неотъемлемой частью культурной жизни Новоуральска. И во многом эту лепту внесли такие мастера своего дела, как заслуженная артистка России Наталья Анатольевна Булдакова. Дай бог вам еще многие лета.